Пляжи, игровые площадки и недострои в городе свыше 170 потенциально опасных для детей мест. Их будут патрулировать инициативные группы в рамках проекта «За безопасное детство». Он стартовал в Тольятти накануне. В летнее время проблема детского досуга стоит особенно остро. Несовершеннолетние часто остаются без присмотра. В администрации города уверены, рейды с участием родителей помогут напомнить детям о правилах поведения на улице. Все подробности в следующем репортаже. Доступ есть на эту стройку. Стройка достаточно обширна. Заходи кто хочешь, тропинки протоптаны. Видно, что здесь регулярно дети ходят. А кто здесь еще будет ходить? Пример потенциально опасного места для детей и молодежи – заброшенная стройка. Но, как известно, несовершеннолетних это не пугает. Несмотря на все опасности, это место часто становится площадкой для детских игр. Это и привлекло внимание инициативной группы. Я являюсь мамой двоих деток. Мне не безразлична их безопасность. И, естественно, тот рейд, который сейчас организован в рамках данного мероприятия, он, безусловно, будет благотворно влиять на социальный статус, наверное, родителей, их деток. Более внимательно проявлять отношение родителей к местам, где, возможно, действительно детям будет причинен какой-то ущерб. И, соответственно, обезопасить их от какого рода травм. Я регулярно вижу очень много деток на улицах. Ну, в том числе вот здесь. Я здесь, недалеко от этого садика проживаю. Родители, которые гуляют на улице без присмотра, без контроля взрослых, разбиваются стайками, бегают. И, в принципе, в том числе и переходят дорогу неположенную местность. Ну, в общем, много примеров можно привести. Вот, поскольку у меня тоже есть дети, мне бы не хотелось, чтобы они со своих сверстников брали такой пример. Мне бы хотелось, чтобы детишки знали правила безопасности, чтобы им это объяснили родители, привлечь к этой проблеме, соответственно, внимание родителей. Родители, представители городской администрации и школ. Все они вышли на прогулку не просто так, а с пользой для детей и молодежи. В городе стартовал новый общественный проект «Родители за безопасное детство». Инициативная группа направляется в самые опасные места скопления молодежи. Таких в нашем городе больше 170. Родительская общественность очень активно откликнулась на данный проект. У нас есть такая структура, как городское родительское собрание. Которое стало координатором деятельности данного проекта. В каждом образовательном учреждении будут сформированы вот такие родительские патрули, которые по определенному графику, по определенным маршрутам, у нас есть интерактивный маршрут разработан, будут проходить по опасным местам, по местам скопления детей, родителей с детьми. Вообще цель данного проекта – это привить навыки безопасного поведения молодежи, детям прежде всего. И, конечно, еще одна цель – это профилактика правонарушений. Сразу две инициативные группы отправились в рейды в рамках нового проекта. Отправной точкой стала школа номер 26 по улице Баныкина. Вторая группа отправилась от детского сада номер 2 по улице Ленина. Для каждого учебного заведения разработан специальный маршрут, к которому следуют участники рейда. За один вечер удалось пройти порядка 10 мест. Мы очень боимся, что в период, когда у нас идет пандемия, когда у нас коронавирус, мы не видим наших детей, мы не можем беседовать с нашими детьми. И именно родительский патруль даст возможность увидеть наших детей, провести беседы, которые мы когда-то проводили в школе. Проект реализуется по инициативе администрации города и проводится совместно с Тольяттинским управлением МВД. О начале и завершении патрулирования участники сообщают в отдел по делам несовершеннолетних. Кроме того, правоохранителям передаются все сигналы о выявленных правонарушениях и угрозах общественному порядку. Когда мы узнали о том, что стартует такой проект в августе месяце «Родители за безопасное детство», мы очень, все родители, с кем я поговорила, мы все очень обрадовались, потому что этот проект очень важен для родителей, и тем самым он дает нам знать и понимать, чем занимаются наши дети, о чем разговаривают, в каких компаниях бывают, какие места в городе посещают. Очень интересно узнать после школы, чем занимаются мои кадеты на улице, как они развиваются, ведут какую деятельность, и просто посмотреть со стороны наших детей, познакомиться поближе и узнать о них больше. Рейды планируется проводить регулярно по вторникам и четвергам с 6 до 9 часов вечера. Татавик Бабаян, Дмитрий Мазуров, Владимир Никитин. Новости Тольятти.